Денежное содержание военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок, сообщает правительственный ресурс Объясняем.РФ. Указ президента России о частичной мобилизации присваивает статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Соответственно, им положены те же самые льготы, а именно бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительные социальные гарантии военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Напомню, что гражданина могут призвать, если он соответствует следующим критериям. Категория годности по состоянию здоровья годен А, годен с незначительными ограничениями Б и ограничено годен В. При этом, если гражданин считает, что у него есть причины для отсрочки от частичной мобилизации, ему нужно прийти в военкомат и узнать, есть ли отсрочка. Отмечу, что частичная мобилизация в Калмыкии проходит в штатном режиме.